Настоящий краш-тест О самых популярных моделях расскажет Сергей Масленников, управляющий магазином климатических товаров, а технический специалист Вячеслав Мотин готов разобрать устройство на детали, чтобы выбрать лучшее. Как создать оптимальную погоду в доме, объяснит инженер климатических систем Евгений Горя. О новинках на рынке и дополнительных функциях приборов знает все техноблогер Данил Мельниченко. Всем привет! В такую погоду поможет согреться не только чашка чая, но и хороший обогреватель. Какой же лучше выбрать? Обогреватель – это достаточно сложное устройство, которое используют для своей работы электричество. Может быть какое-то нарушение проводки или же замыкание, что приведет к пожару. Это не всегда случается, но может быть. Поэтому не рекомендую пользоваться какими-то непроверенными брендами. Давайте не будем пугать наших зрителей. Большинство современных обогревателей могут отключиться как от опрокидывания, так и от перегрева. Большинство приборов, представленных на рынке, они уже морально и технически устарели. Обогреватель должен быть безопасным и технологичным. То есть безопасность может быть выражена как в наличии датчиков, так, например, и в наличии пожарного сертификата. Сегодня мы разберемся, на что смотреть перед покупкой устройств на примере этих моделей. Популярный и привычный для потребителя масляный радиатор от компании «Скарлетт». Мощность 1500 ватт и цена почти 3600 рублей. Следующий стильный тепловентилятор «Брайер» с более высокой мощностью – 2000 ватт и ценой 4790 рублей. Самая дорогая модель – конвектор «Ноба». Мощность такая же, а цена 22,5 тысячи. И последний – отечественный инфракрасный обогреватель «Союз», менее чем за 1500, выдающий мощность в 800 ватт. Существует множество типов обогревателей. Какой лучше выбрать? Самые привычные для наших жителей являются масляные нагреватели и тепловентиляторы. Они, конечно, самые дешевые, самые доступные по цене, но минусов у них гораздо больше, чем плюсов. Масляные нагреватели очень долго нагревают помещения, а тепловентиляторы, они довольно-таки шумные. Обогреватели вообще можно разделить на два типа. Первый – инфракрасный, а другие – конвективный. Яркий пример – примудительная конвекция – тепловентилятор. Да, он работает здесь сейчас, но по факту ресурс его службы не измеряется десятилетиями. Один-два года отработает, на выбросы покупаете новый. Я лично выступаю за конвектор. Конвектор – это самая современная техника, и она призвана служить очень долго и правильно. На данный момент нет идеальных обогревателей, чтобы не было недостатков. В частности, инфракрасные обогреватели, они очень хорошие, но мое личное мнение – все-таки инфракрасное излучение не очень полезно для человека. Давайте посмотрим на модели, которые перед вами. Что можете про них сказать? Классический масляный нагреватель. Мы можем управлять ступенями нагрева, а температуру мы устанавливаем наугад. У меня самый современный экземпляр. Он поддерживает самую точную температуру, и он абсолютно беззвучный. В данном случае керамический инфракрасный обогреватель. У него есть такая особенность, что он нагревает не воздух, а предметы. А это немного лучше, чем интерпретация самого дешевого тепловентилятора. Внутри стоит керамический нагревательный элемент, вентилятор пропускает через него холодный воздух, и вперед выходит теплый. У популярных типов обогревателей много недостатков. Масляный радиатор долго нагревается, а тепловентилятор шумит. Инфракрасные приборы повышают температуру не воздуха, а предметов вокруг. Наиболее универсальными эксперты назвали конвекторы. Они поддерживают нужную температуру, и при этом беззвучные. В холодное время ценник за ЖКХ растет. Ни для кого не секрет, что обогреватели потребляют большое количество электроэнергии. Стоимость одного киловатта в Москве составляет около шести рублей. А по какой формуле можно рассчитать стоимость одного часа работы прибора? Мы берем номинальную мощность прибора и умножаем ее на шесть. Давай так и сделаем, и начнем с прибора Scarlett. Для этого мы будем использовать ваттметр. Он здесь будет отображать текущее энергопотребление в ваттах. Подключили прибор, и так сейчас он у нас показывает номинальное энергопотребление от полтора киловатта. Это значит примерно 9 рублей в час. И обогреватель когда-то работает, когда-то не работает. Помним про дневные и ночные тарифы. С точки зрения 9 рублей в час, да, это немало. Давайте проведем тот же самый эксперимент с прибором Breyer. Ну что, включаем на полную мощность. И видим, что он начинает потреблять порядка 2,5 киловатт. Но постепенно это значение начинает уменьшаться и доходить до своих номинальных мощностей 2 киловатта. Ну и на выходе мы получаем 12 рублей в час. У данного прибора мощность заявлена более высокая, чем у предыдущего прибора. Поэтому и потребляет он больше. И стоит это дороже. Проверим показатели у обогревателя «Союз». Внутри две лампочки, номинальная мощность каждые 400 ватт. Соответственно, есть он может не больше, чем 800 ватт в час. Здесь мы наблюдаем сейчас 765 ватт. А это значит, что чуть меньше, чем 4 рубля 80 копеек он будет потреблять в час. И проводим тот же самый эксперимент с обогревателем «Ноба». Цифра 1743 ватта. Это порядка 10 рублей в час. Но это же очень много по сравнению с остальными обогревателями. Зато данный обогреватель нагреет ваше помещение гораздо быстрее и потратит на это меньше денег. Данный прибор мощнее, чем оппонент наш и более эффективный. Самым экономичным оказался инфракрасный обогреватель «Союз». За 6 часов работы в течение дня он бы израсходовал чуть меньше 30 рублей. В месяц такой прибор нажег бы электричество в среднем почти на 900 рублей. Масляный радиатор «Скарлетт» обошелся бы в 54 рубля за 6 часов, а за месяц – 1620. Чуть больше конвектор «Ноба» – 60 рублей за день. Это 1800 в месяц. Потребил энергии больше остальных тепловентилятор «Брайер» за 6 часов – 72 рубля. В месяц такой прибор увеличил бы сумму в платежке за ЖКХ на 2 с лишним тысячи. Насколько я понимаю, один из наиболее важных параметров обогревателей – это мощность. Какой она должна быть для среднестатистической московской квартиры? Существует простой расчет – это 100 ватт на метр квадратный. То есть на комнату в 20 метров квадратных вам нужно 2 киловатта обогревателя. Формула-то есть, конечно, для расчета, но она достаточно сложная, потому что у нее входит очень много факторов. Такие как теплоизоляция, толщина ее, куда выходят окна. Как правило, мощность всех приборов делится на киловатт, полтора и два киловатта. Один киловатт на 10 квадратов в среднем считаем так. Но я бы заострил внимание на управление нагревательными приборами, чтобы можно было выставлять конкретную температуру, которую он поддерживает. А насколько шумные бывают такие приборы? В целом все приборы бесшумные, не считая тепловентиляторов. Есть также естественный шум, который так по сути является щелчками. Тогда предлагаю провести эксперимент и проверить уровень громкости у этих обогревателей. Такие обогреватели вообще не шумят, то есть у них уровень шума 0 дБ. Сейчас 35 дБ, включаем его и снова все те же 35 дБ. 58 дБ. Для понимания, здесь шумит только вентилятор, который прокачивает воздух. Сам нагревательный элемент шума не издает никакого. Так, ну замерим. Да, фоновые показания 35-36 дБ. В общем-то это прекрасные показания. А сейчас проверим уровень шума масляного нагревателя. Он также не превышает фоновый шум в 35 дБ. Единственное, при работе масляного нагревателя механическое термореле включается и выключается. Иногда это слышно цик-цик. Единственным шумным обогревателем оказался тепловентилятор. Прибор зафиксировал громкость в 58 дБ. Такой показатель сопоставим с разговором двух людей, но находится в пределах нормы. Для сравнения, уровень шума у пылесоса 80 дБ. А сейчас мы увидим то, что невозможно разглядеть обычным глазом. С помощью тепловизора проверим работу обогревателей и узнаем, насколько быстро они нагреваются. Я предлагаю начать с обогревателя «Союз». Мы включили прибор и сейчас замерим через какой-то промежуток времени температуру в разных местах. Она быстро очень поднимается. 644 – это очень много. Практически через 3 минуты уже вышел на режим. Это хорошая работа? По времени хорошая, но по температуре не очень. 644 – это очень много. В идеале, если ориентироваться на какие-то другие приборы, то это 60. Городское отопление – 80. Чем выше температура, тем быстрее происходит осушение воздуха. Если его использовать, то надо его включать без человека. И после того, как прогреется помещение, открыть окна. Перейдем к следующему прибору «Ноба». После включения конвектор очень быстро выходит на режим. Уже чувствую тепло, которое выходит сверху. Максимальная температура – 110 градусов. Это отличный показатель. Данный прибор, благодаря низкой температуре обогревающей поверхности, он полностью безопасен даже для детей. А сколько времени понадобилось для полного нагрева обогревателя? За 5 минут он вышел полностью на свой режим. Самый горячий воздух выходит вот с этой решетки. Теперь приведем эксперимент с обогревателем «Брайер». Немножко дольше, чем инфракрасная нагревается – 120, 125. О, дальше пошло – 155. Очень неравномерно распределяется температура. Самая большая – 182. Ну, где-то через 4 минуты, да, вышел на режим. Если отталкиваться от значения температуры, то, конечно, не очень хорошо, потому что, опять же, сушит воздух. Даже 150 – это очень много. Жень, что скажешь про обогреватель «Скарлетт»? Еле-еле нагревается. Максимальная температура вот в этой части, где концентрация масла ИТ, 120 градусов в верхней части. Средний показатель, потому что, в принципе, температура уже предельная, уже вот прикасаться к нему небезопасно. Можно получить ожог. На режим мы вышли за 11 минут, но также при отключении он еще будет давать тепло в помещение, а другие приборы максимально быстро остынут. Тепловентилятор и инфракрасный обогреватель очень быстро доходят до максимальной температуры, но при этом сушат воздух. Масляный радиатор тоже сильно накаляется, но у него есть плюс. После выключения остывает медленно и поддерживает тепло в комнате. Конвектор создает умеренную температуру и нагревается со средней скоростью примерно за 5 минут. А теперь устроим обогревателем наиболее объективную проверку. В качестве небольшого помещения у нас будет палатка. Установим туда датчик влажности воздуха и температуры. Также посадим туда эксперта и включим каждый прибор на несколько минут. Текущая температура 23,5 градуса. Уже чувствуется сильный жар. Для такого маленького помещения, мне кажется, обогреватель медленно работает. Да нет, если бы вы зашли сюда и посидели бы рядом со мной, я думаю, вы поняли, что это все происходит достаточно быстро. Как хорошо, что я всего лишь засекаю время. По завершению эксперимента у нас температура почти 30 градусов и влажность 43%. Тут как в бане сейчас. Продолжим эксперимент с другим обогревателем и другим экспертом. Здесь у меня масляный нагреватель Scarlett. Засекаю время, 3 минуты ждем. Какая температура сейчас? Начальная температура 27 градусов, относительная влажность 35%. Как ощущения внутри? Тепло, даже слишком. Нагреватель дошел до 101 градуса. Прошло 3 минуты. Как погода внутри? Поднялась совсем немного. 27,5 градусов внутри палатки. Влажность 40. Динамика не сильно большая, видимо, из-за того, что у него мощность всего 1,5 кВт. По сравнению с предыдущим прибором несерьезно. Двигаемся дальше. У меня Союз. Это инфракрасный обогреватель. Закрывайся, а я включаю время. Сначала температура 21,5 градуса и 39% влажности. Включаем прибор на самую большую мощность. Сразу моментально чувствуется жара, как будто мы поместили солнце в эту палатку. На самом обогревателе температура порядка 450 градусов. Не так душно здесь, как с предыдущим обогревателем. Время закончилось. Ну что, какие показатели внутри палатки? 26 градусов и 44% влажности. Ну что, Женя, с каким обогревателем ты в компании? Со мной эту тесную палатку делит Брайан. Закрывай палатку, я засекаю время. Выставляю максимальный параметр. Вентилятор на максималку. Температура 22,8, влажность 37. Ох. Как ощущения? В лицо дует горячим воздухом. Прям очень горячим. Сканер показывает, что его нагревательный элемент разогрелся до 91 градуса. Становится душно. Время закончилось. Какие результаты? Температура в палатке 28 градусов, относительная влажность 44%. Прибор продолжает работать как вентилятор, но ТЭН у него отключились, потому что он вышел на максималку. Под конец эксперимента стало гораздо легче дышать. За три минуты работы в бытовом эксперименте лучше всех себя показал обогреватель НОБА. Он увеличил температуру в палатке на 6,5 градусов. Тепловентилятор Брайер поднял температуру на 5,2. Инфракрасный обогреватель Союз на 4,5 градуса. Хуже всех оказался масляный радиатор Скарлетт, нагревший палатку всего на полградуса. Какие дополнительные функции бывают у обогревателей? По-настоящему полезны это дистанционное управление по Wi-Fi и возможность организовать расписание. То есть, чтобы один раз вы его задали и больше к нему не возвращались. Почти все обогреватели комплектуются своим датчиком температуры. Но здесь есть небольшое свое НО. Дело в том, что этот датчик замеряет температуру около конвектора, а человек ощущает температуру в помещении на уровне лица. В первую очередь обогреватель должен нагревать. Все остальные функции являются дополнительными. В современных моделях есть управление по Wi-Fi, в котором можно планировать расписание обогрева на каждый день. Плюсом прибора будет дополнительная защита от влаги, ожогов и выключения при падении. Чаще всего за безопасность обогревателей переживают больше всего семьи с детьми или животными. Давайте проведем небольшой эксперимент, проверим обогреватели на устойчивость. В принципе, все приборы уже довольно-таки безопасные, современные. Единственное, что масляные нагреватели и инфракрасные нагреватели, у которых нет отключателя при падении, могут вызвать пожар. Купить качественные и безопасные товары и при этом сэкономить, можно с приложением «Москвы-24». Там вы найдете скидки на технику, продукты и услуги. Давайте проверим эти модели на устойчивость и защиту от ожогов. Поехали! Хороший удар, прибор устоял. Но при этом подвинулся. А что насчет нагрева? Корпус у него горячий, я за него могу держаться, но маленький ребенок может обжечься. За верхнюю часть, если будет брать, вот таким образом. Перейдем к следующему обогревателю «Браер». Он упал, но у него, мы видим, датчик, который при падении отжимает его и выключает. Сам прибор холодный, абсолютно безопасен. Давайте протестируем обогреватель «Союз». Давай посмотрим, насколько он нагрелся. Корпус холодный, но вот эта штука очень быстро остывает. И у него есть тоже кнопка, которая отключает его сразу. Следующим тестируем обогреватель «Скарлет». Ну, конечно, он насыпал, но он продолжал работать. У него есть ручка вот эта, она вообще не нагревается. Из-за нее можно смело брать и поднимать его. То есть может вызвать пожар дома? Пожар, я думаю, вряд ли. Если масляный нагреватель упадет на какой-то синтетический материал, там ковер, допустим, он его поплавит, но это не очень хорошо. По результатам эксперимента проверку провалил масляный радиатор «Скарлетт». Он упал и при этом продолжал нагреваться. Об его поверхность легко можно обжечься. Конвектор «Ноба» достаточно устойчив, а тепловентилятор «Брайер» и инфракрасный обогреватель «Союз» упали. И у них сработала система автоматического отключения. Некоторые покупатели хотят совместить приятное с полезным. И покупают электрокамины или их небольшие аналоги. Например, такой конвекционный настольный камин марки «Флейм Хейте». Мощностью в 900 ватт и ценой чуть больше 1200 рублей. Другой вариант. Стилизованный под камин тепловентилятор. Стоит почти в два раза дороже. Мощность 1500 ватт. Уступает предыдущим моделям электрокамин «Клэве». Выдаёт всего 600 ватт. А цена при этом 3500 рублей. У него есть пульт управления и таймер на отключение. Предлагаю сразу провести эксперимент и поставить к каминам стаканчики со льдом. Посмотреть, растают ли кубики внутри. Греет очень активно, но пока мы ждём, давайте разберёмся, может ли такой электрокамин стать достойной альтернативой полноценному обогревателю. Современные камины имеют достаточно интересный внешний вид. Ну а по факту, в общем-то, это тот же самый обогреватель, только с эффектом огня. Я считаю, что это всё равно локальная грелка. Так или иначе, мы смотрим на его мощность. Здесь мы видим 600 ватт. Что могут сделать 600 ватт? Получить какое-то тепло, но и, так скажем, высушенную кожу. Меня вот лично очень хорошо греет, но чувствую какой-то ужасный, отвратительный треск. Такое ощущение, что обогреватель сейчас развалится по частям или взорвётся. Знаете, совсем еле-еле тепло идёт. Не очень эффективно. Да, подносишь руку, тепло, безусловно. Но здесь достаточно горячий нагревательный элемент. Но есть ли здесь претензии на то, чтобы использовать его как центральное отопление? Да, безусловно, нет. Теперь давайте посмотрим, сколько льда осталось в стакане. Было 6 кубиков, осталось вроде как 4 или 5. Ну да, 2 скупых глотка. У меня растаяла добрая половина льда. Воды в стакане очень много. В целом, я думаю, что этот камин справился хорошо. Ну, у меня, поскольку он практически не греет, здесь на глоток воды. Эксперимент показал, что камин с большей мощностью, работающий как тепловентилятор, греет эффективнее других, но при этом издаёт неприятный шум. Остальные мини-камины, клево и флеймхейты, скорее элементы декора. Согреться с их помощью вряд ли получится. Вот основные советы по выбору обогревателя. Не гонитесь за высокой мощностью приборов. В среднем 1000 ватт хватает для обогрева 10 квадратных метров квартиры. Наиболее универсальными, с точки зрения скорости и теплоотдачи, можно считать конвекторные обогреватели. А вот масляные радиаторы технически устарели и являются самыми небезопасными. И сегодняшние тесты это подтвердили. Если у вас дома дети или животные, то выбирайте приборы с автоотключением при падении. Плюсом будет наличие управления по Wi-Fi. Итак, какой же обогреватель лучше выбрать? Конечно, в первую очередь не стоит обогревать улицу, а обратить внимание на изоляцию вашего помещения. Следующий параметр – не гнаться за большими температурами обогревателя. Всё-таки обратить внимание на умеренные температуры. Поскольку мы выбираем обогреватель для квартиры, я бы рекомендовал к приобретению инверторный конвектор. Ну и обогреватель должен быть удобным. Например, вы будете доставать обогреватель из кладовки в холодные времена и ставить его в вашу комнату. Поэтому выбирайте то, что вам удобно. Включайте критическое мышление, иначе продавец вам продаст оборудование с такими функциями дополнительными, которые вам вовсе не нужны. А вы потратите лишние деньги. Повысить температуру в квартире оказалась задачей не из лёгких. В первую очередь обращайте внимание на тип устройства, а дополнительные функции и характеристики выбирайте конкретно для себя. Это было ShowGhost. До встречи!